Кровавый дождь В 2001 году он прошел над Голландией. Ученые оказались бессильны объяснить природу этого ужасающего феномена. Многие склонялись к тому, что кровавой воду делала настоящая человеческая кровь, пролитая в бою или кровь животных после забоя скота. Современная наука успокаивает. В кровавых дождях нет ничего страшного. Этому феномену пытаются найти рациональное объяснение. Одни выдвигают гипотезу, что причиной аномалии могут быть промышленные выбросы в атмосферу опасных веществ. По другой версии, неестественный цвет дождя вызывают мельчайшие частицы метеоритов, которые смешиваются в облаках с паром и в виде дождя выпадают на Землю. Высказывается и самая оригинальная версия. Дождь окрашивает пыльца так называемых бабочек-боярышниц. Все бы ничего, но есть случаи, которые наука объяснить по-прежнему не в состоянии. И явления, которые ставят ученых в тупик. Реки окрашиваются в багряный цвет. В чем истинная причина этого аномального явления? Можно сказать, что это было чудо Господне. А можно сказать, что это произошло из-за каких-то определенных, ну, природных процессов. Какая сила держит человека в воздухе? Были ли на самом деле египетские казни? Сегодня многие археологи находят на дне Красного моря древние колесницы. Трубы ангелов или голос Земли. Почему ученые не могут разгадать тайну этого странного звука? Как змеи предупреждают людей о катастрофах? И почему они могут предсказать апокалипсис? Эксклюзивное расследование РЕН-ТВ. Древние чудеса и необъяснимые явления современности. Что выдумка, ложь и фальсификация? А что из этого чистая правда? Смотрите прямо сейчас. Древние исторические тексты содержат множество удивительных историй о высшем разуме и чудесах, которые доказывают его существование. Именно божественным вмешательством люди объясняли все странные и непонятные явления. Впоследствии этим воспользовались атеисты, которые назвали религию опиумом для народа, а события, описываемые в священных книгах, выдумкой и фальсификацией. Но на самом деле это не так. Современные исследования физиков, биологов, археологов и историков позволяют по-иному взглянуть на древние летописи. Невероятно, но большинство событий и явлений, о которых там идет речь, были в действительности. И сегодня это научно доказанный факт. Посмотрите на эти кадры. В Норильске местная река Далдыкан буквально за ночь перекрасилась в неестественный цвет. Местные жители напуганы. Эксперты исследовали пробы воды. Однако явных химических примесей, которые бы придали воде кровавый оттенок, они не обнаружили. Что это? Природная аномалия или тревожное предзнаменование? А это уже Забайкалье. Еще никогда прежде река Итака не выглядела столь ужасающе. Исследователи провели лабораторный анализ и выяснили, что в ней содержатся опасные химические вещества. Ученые настоятельно просят людей не употреблять красную воду даже для полива огородов. Закровоточили воды не только в России, но и по всему миру. В Китае заговорили о конце света. Кровавой стала самая длинная река Евразии Янзы. А это уже Испания. Жуткие метаморфозы происходят с рекой Риотинто. Невероятно, но кровавые реки впервые упоминаются еще в Библии. Этот феномен – ничто иное, как наказание кровью. Первое из египетских казней. И вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла. И река восмердела. И египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь во всей земле египетской. Что же делают эти воды кровавыми? Палеоклиматолог Гильдальбергского университета экологической физики Аугуста Маджини считает, что в период правления династии Рамзеса климат стал резко меняться. Комфортная влажность сменилась продолжительной засухой, что в итоге могло привести к высыханию Нила. Эти условия идеальны для появления токсичных бактерий, водорослей. Науке они известны как кровяная бургундия. Умирая, бактерия окрашивает воду в красный цвет. При смерти бактерии в водоеме выделялись определенные загрязняющие опасные для человека вещества, которые бы, естественно, вызывали определенные заболевания и смертность. На этом видео Сидны. Пляжный отдых сотен тысяч людей безнадежно испорчен. Красными стали сразу три популярных пляжа. Эксперты успокаивают жителей. Говорят, что виной всему стали расплодившиеся от жары красные водоросли. Однако, все не так просто. Почему на Карибах с неба идет бриллиантовый дождь? Боже, этот камешек меня ударил, он упал с неба. Мясные осадки в США, рыбные ливни в Гондурасе, гастрономические паводки ставят ученых в тупик. Огненный источник в Дагестане. Очень горячий я, я боюсь. Дерево, из которого течет вода. Смогут ли ученые объяснить все эти явления с точки зрения науки? Что на самом деле стало причиной так называемых казней египетских? И почему эти бедствия вновь приходят на землю? Нин, это зря, конечно, так сделано. Древние чудеса и необъяснимые явления современности. Что выдумка, ложь и фальсификация, а что из этого чистая правда? Смотрите прямо сейчас. Слышите эти странные звуки? Кажется, они уже возвещают о начале судного дня. Эти кадры были сняты в канадском городе Террес. Те же самые трубные гласы были слышны в другом местечке Канады, Конклине. Рабочим пришлось даже остановить свою работу. Страшные утробные звуки наполняли все пространство вокруг. Было невозможно определить, откуда именно идет этот гул. Сообщения о странных звуках так называемого небесного рога регулярно поступают со всех уголков планеты. Люди слышат глухой протяжный стон, скрип, устойчивое гудение или урчание. Кажется, что трубит сама Земля. Иногда явление сопровождается еще ощутимыми вибрациями. Российские ученые предполагают, что шум связан с геологическими процессами внутри нашей планеты. Например, с тектоническими движениями. Эти явления происходили и раньше. Однако в последнее время наша планета стала издавать эти звуки интенсивнее и чаще. Но почему? Существует гипотеза, что источниками акустических волн являются крупномасштабные энергетические процессы, которые могут быть вызваны солнечными вспышками. В последнее время солнечная активность заметно усилилась. Мощнейшие всплески, которые фиксировались на протяжении всего сентября, даже привели к сбоям в работе сотовой связи. Бытует легенда, что точно такие же звуки в ветхозаветные времена издавали так называемые иерихонские трупы. Как сказано в Библии, с помощью закадочных инструментов иудеям удалось завоевать неприступную крепость Иерихона и разрушить город до основания. Трубы – это нечто эффектное. И трубы – это такой инструмент в древнееврейском и фольклоре, и в музыкальном инструменте. Поэтому, конечно, они не могли не приписать им какие-то сверхъестественные события, но сложно себе представить трубу, просто невозможно себе представить трубу с теми техническими возможностями того времени, которая могла бы разрушить каменную стену. Почему мы сегодня снова слышим этот пронзительный гул? Могут ли эти звуки быть предвестниками страшных событий, которые угрожают человечеству? Китайский Фашань. Местные жители в шоке. Над головами сотен тысяч людей проплывает город-призрак. Многие считают это зловещим предзнаменованием приближения судного дня. Но ученые успокаивают жителей. Это мираж. У него есть вполне официальное название – Фатамаргана. Увидеть такое – редкая удача. Оптическая иллюзия возникает в результате того, что свет отражается от различных по плотности воздушных слоев, которые к тому же неравномерно нагреты. С чем-то подобным регулярно сталкиваются моряки, принимая обычные миражи за реальные предметы. Так, например, происходило с легендарным летучим голландцем, которого, разумеется, не существовало. Посмотрите на эти кадры. Это не фильм ужасов. Луна окрасилась в кровавый цвет. В эту ночь вся страна с замиранием сердца следила за необыкновенным явлением – кроволунием. А эта съемка сделана в Оренбурге. Чтобы сделать редкие кадры, местные жители вместе с семьями на машинах выезжали в поля, подальше от смога и городского света. А это Нижневартовск. Багровая луна пугающих размеров медленно проплывает над горизонтом. У римлян в поэзии и в хрониках довольно много упоминается про краснеющую, багровеющую луну. Известно, что накануне гибели Юлия Цезаря было лунное затмение, во время которого луна не исчезла именно, а погрузилась вот в эту вот, в кровавый вот этот туман. И это было воспринято как предзаменование кровопролития. В древнем Китае считали, что во время затмения луну пожирает дракон. Египтяне усматривали в этом козне злого бога Сета, а древние германцы верили, что луну пожирает гигантский волк. В христианском священном писании кровавая луна считалась предвестием апокалипсиса. «И покажу знамения на небе и на земле. Солнце превратится во тьму. Луна в кровь, прежде чем наступит день Господень, великий и страшный». Мир действительно готовился к началу судного дня. 28 сентября 15-го года произошло поистине историческое событие, заставившее людей вспомнить строки апокалипсиса. Полное лунное затмение совпало с Суперлунием, моментом, когда луна максимально сблизилась с Землей. Кроволуние – редкий феномен. Но как объяснить его с точки зрения науки? Кровавая луна – это действительно весьма впечатляющее небесное явление, когда луна в своем движении погружается в небесную тень, образованную Солнцем. То есть это бывает, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной линии. Это, как правило, совпадает с лунным затмением, полным или частным. В древности эти явления происходили довольно редко. Однако в последнее время такой необычный парад небесных тел происходит с пугающей частотой. Обратите внимание, в 2014 и 2015 годах их было четыре. До этого тетраду Красных Лун наблюдали только в 1967 году. Если верить астрологам, то в ближайшие десятилетия будет целых шесть тетрад. Серия кровавых лун появится на горизонте в 1932-1933 годах, а затем в 1943 и 1944. Неужели это просто совпадение? Или в этих природных явлениях действительно можно прочесть какие-то сигналы? Жители одного из британских городов уверены, что видели в небе самого Господа Бога. Этот день войдет в историю городка Литц на севере графства Йоркшир как самый фантастический. Все внимание местных жителей было приковано к небу, на котором проявились очертания глаза. Изображение было настолько реалистичным, что люди окрестили этот феномен всевидящим оком. Удивительно, но ученые не смогли найти этому необычному явлению хоть какое-то рациональное объяснение. Больше всего исследователей удивил не сам факт появления в небе облаков, похожих на глаз, а то, что эти очертания словно скопированы с древних египетских папирусов. А эта съемка сделана в одном из американских городов. На небе отчетливо видна фигура человека в мантии. Снимок попал во всемирную сеть и уже вызвал горячие споры. Некоторые склоняются к тому, что это хорошо выполненный монтаж. Другие, наоборот, уверены в том, что фото настоящее. А это уже другое фото и снова силуэт мужчины. Поразительно, но этот образ напоминает икону с изображением Иисуса Христа. Что это на самом деле? Оптическая иллюзия? Или кто-то таким образом пытается установить с нами связь? Но что нам хотят сказать? Смотрите, две четкие линии пересекаются в одной точке. Как такое возможно? Как объяснить появление креста с точки зрения физики? Если это не иллюзия, то кто же он? Тот художник, что рисует на небе картины? Недавно одно из необъяснимых явлений не на шутку напугало жителей бразильского города Тейшера де Фрейтас. В небе зависла фигура, с виду очень напоминавшая огромную руку. Верующие расценили это как знак божий. Исследователи аномальных явлений выявили интересную закономерность. Оказывается, чудеса, которые происходили в древности, все чаще стали случаться и в наши дни. В августе 2017 года на Таганрог обрушились казни египетские. Город испытал настоящее нашествие насекомых-однодневок. Поденки заполонили все улицы и дворы. Такого кошмара город не видел еще никогда. Вам может показаться, что идет снегопад? Приглядитесь! Это все та же невероятная по численности армия крылатых насекомых. Снегопад из бабочек, ураган из саранчи и нашествие пауков. Ученые доказали, что казни египетские действительно были и могут повториться в любую минуту. Зимни, зимнуть? Да. Заодно и поел. Мясной дождь в США, рыбные ливни в Гондурасе. Да. Мачья какая? Манна небесная, это не миф, а реальность. Правда ли, что после молитвы может пролиться настоящий бриллиантовый дождь? Боже, этот камешек меня ударил, он упал с неба. Как змеи предупреждают людей о катастрофах? И почему в греческой церкви ядовитые рептилии никого не кусают? Их можно гладить, играть с ними. Неужели по воде можно ходить? Что это? Иллюзия или сверхспособности современных экстрасенсов? Чудеса, которые потрясли мир, смотрите прямо сейчас. Посмотрите на эти кадры. Новосибирск. Настоящее нашествие лягушек. Дорога буквально кишит земноводными. Ничего сели-то? Давай, поскакали, поскакали по домам. Лягушки заполонили дворы и улицы. А эти кадры сделаны в одной из комнат жилой квартиры. Полчища пауков расползаются по всему помещению. Что привлекло их сюда? Почему жилой дом стал объектом для атаки остается загадкой? Древние греки считали пауков детьми богини Арахны, которую за свой горделивый и хвастливый нрав богиня Афина превратила в паука. В России верят паук в доме к удаче. А многие даже загадывают желание, когда хищная членистоногая неподвижно висит на паутине. Интересно, какое желание загадал хозяин этого дома? Жители Ленинградской области запомнят тот год еще надолго. Нин... Это зря, конечно, так сделал. Несколько дачных поселков атаковала армия мух. Миллиарды насекомых повсюду. В домах, огородах и колодцах. Каждый шаг сопровождается хрустом лопающихся тел. Единственным спасением для дачников стала дождливая погода. В древние времена люди считали мух помощниками дьявола. Они олицетворяли чревоугодие и обжорство, а их нашествие считалось дурным знаком. Ученые предупреждают, мухи – переносчики опасных заболеваний. Именно это, по мнению биологов, стало главной причиной пятой и шестой египетских казней. Эпидемии, которые погубили животных и убили сотни тысяч людей в египетской столице пьером-зайсе. И сказал Господь Моисею и Аарону, возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. Долгое время считалось, что так называемые египетские казни, десять бедствий, которые обрушились на фараона и его людей, были не более, чем страшными историями и библейскими мифами. Однако современные исследователи делают сенсационное заявление. Египетские казни происходили на самом деле, и это научно доказанный факт. Согласно текстам, написанным три тысячи лет назад, египетская земля пережила настоящий апокалипсис. Сначала все ее реки стали красными, как кровь. Потом на земли пришли полчища жаб, миллиарды мошек и мух, а затем редкие болезни, от которых умер весь скот. Это было только началом. Древний Египет пережил нашествие саранчи, мощнейший град, который побил весь урожай, а затем на землю опустилась тьма. От последней казни погибли все первенцы египтян. В большинстве своем конкретно исторические факты, которые произошли с человечеством в данном районе, не были отражены в такой форме Библии. Как выясняют ученые, кровавые реки были вызваны размножением уже известной нам бактерии кровавой бургундии. Все, что происходило дальше, напоминало принцип домино. Непригодная для жизни река заставила жаб покинуть водоемы. Выбравшись на сушу, лягушки погибли. Миллиарды мертвых тушек привлекли мошек и мух. Насекомые принесли с собой редкие болезни, от которых умер весь скот. Но что могло принести в Египет град, саранчу и темноту? Ученые выяснили, что оказывается, примерно в одно время с египетскими бедствиями в 600 километрах от Пирамзеса проснулся Вулкан Средиземноморский гигант выбросил в атмосферу миллиарды тонн вулканического пепла. Пепел это же частицы стекла, они электризуются и между собой возникает молния вот в этой массе. Облаков не надо и воды не надо. Пепел по-моему два раза обошел земной шар. Вот так. А окружность земного шара 40 тысяч километров по экватору. Так что это все возможно. Понимаете, с Господней стихией царям не совладать. Двигавшееся из Средиземноморья пепельное облако вероятно столкнулось с грозой и принесло в эти земли дождь и град. Погодные аномалии увеличили количество осадков. Высокая влажность тут же привлекла саранчу. Насекомых было так много, что люди не могли выйти из своих домов. О том, насколько это неприятное зрелище, можно судить по этим съемкам. Город Сочи. Наши дни. Полчища Акрит атаковали курорт. Насекомые чувствуют себя как хозяева в доме. Они повсюду. В парках, на набережной. Спасения от них нет. Жителям остается лишь снимать нашествие насекомых на мобильные телефоны. Сейчас мне сердят и все забьют она. Поэтому я ее потихонечку надо ездить. По словам ученых, в последние годы наблюдается мутация саранчи. Вредители хорошо приспособились к российскому климату и стали завоевывать более холодные территории. Недавно их видели даже на Южном Урале. А это кубанское село Ачикулак. Здесь орудует так называемая марокканская саранча. Самый прожорливый вид. Жители изнемогают от незваных гостей и недоумевают за какие грехи им посланы такие наказания. Впрочем, если нашествие саранчи можно объяснить причудами природы, то как объяснить десятую казнь? Смерть египетских первенцев? Ученые не могут дать точный ответ на этот вопрос. Существует гипотеза, согласно которой причиной гибели детей могли стать грызуны. Первые сыновья египтян становились в будущем наследниками, поэтому для них создавали особые условия. В отличие от бедных иудеев, в домах которых подъедались последние крошки, в комнатах египетских первенцев всегда была вкусная и свежая еда. Она привлекала полчища крыс. Поедая пищу, грызуны заражали еду и становились переносчиками смертельной для детей инфекцией. Это крысы, мыши, их очень много. с нами живет особенно крыс. Они всегда несут этот риск, потому что они сами болеют, эти грызуны. И человек тут тоже находится случайной жертвой. Для циркуляции возбудителя мы не нужны. Это город Славянск. Из растущего на улице дерева неожиданно засочилась вода. Эксперты провели лабораторный анализ и выяснили вода абсолютно чистая. Любой может подойти к дереву и утолить жажду, не опасаясь за свое здоровье. Многие люди увидели в этом явлении проявление неких высших сил. Чудо источником заинтересовались местные журналисты. Они обратились за консультацией коммунальщикам. Те, в свою очередь, исследовали карту подземных коммуникаций и выяснили, что дерево растет совсем недалеко от труб. Специалисты не исключили вероятность прорыва одной из них. Но как тогда объяснить это? В Кисловодске вода сочится прямо из камня. Поразительные явления нельзя объяснить ни одним из законов природы. Но совсем невероятным кажется феномен в дагестанском поселке Белиджей. Здесь из камня течет настоящая горящая вода. На родник неоднократно приезжали эксперты. Некоторые из них ради научного эксперимента даже купались в воде. Она оказалась абсолютно безвредной. Впрочем, этому чуду все же есть вполне научное объяснение. Оказывается, из источника вместе с водой выходит подземный природный газ. Он легко воспламеняется от зажженной спички. Местные жители утверждают, что такие огненные родники полезны для здоровья. А для чуда озера в Тунисе ученые пока не нашли рационального объяснения. Водоем появился посреди пустыни всего за сутки. Это произошло в 25 километрах от города Гафса. Температура в этих краях редко опускается ниже 30 градусов. Рассказы о появлении воды из камня встречаются еще в Библии. Чтобы утолить жажду, Моисей ударил посохом о скалы и оттуда фонтаном начинала бить вода. Сегодня поверить в такое чудо казалось бы невозможно. Каково же было удивление ученых, когда они обнаружили, что это вовсе не миф. Воду из камня действительно можно добывать. На эти выводы экспертов натолкнули исследование грунта Синайских гор. Как выяснилось, он сплошь состоит из песчаника и известняка. Эти породы по сути представляют собой губки, которые способны накапливать в себе дождевую и подземную воду. Известняк камень мягкий, он накапливает влагу в ночное время. И водяные вот такие вот, можно сказать, даже подземные колодцы, они существуют в целом ряде мест. И эти места даже знают бедуины, как их определяют. Сегодня ученые не сомневаются. Моисей действительно мог добывать воду из скалы. Но одного мощного удара по песчанику было недостаточно. Далеко не все скалы содержат воду. Подсказкой могла стать едва заметная так называемая пустынная корка. С виду она похожа на цемент. Именно под ней хранятся запасы воды. Когда сбивается верхний слой, то соответственно оттуда начинает, ну я не говорю, что это фонтан будет воды, но начинает бежать вода. И эту воду можно пить, она чистая. И соответственно она в данном случае помогла еврейскому народу избежать смерти, гибели от жажды и от палящего солнца. Очевидно Моисей был хорошо знаком с этим явлением и в нужное время без особых усилий добывал людям воду. Впрочем, далеко не все чудеса можно объяснить простыми законами физики. Греческий остров Кефалония. Ежегодно 15 августа сюда, к местному православному храму, приползают ядовитые змеи. Но не сами присмыкающиеся привлекают внимание прихожан, а их странное поведение. Раз в году, в день успения Богородицы, они становятся абсолютно безвредны. Во время службы происходят невероятные вещи. Змеи, как браслеты, обвивают руки верующих людей, ползают по иконам, по приготовленным хлебам. Рептилия может спокойно заползти на Евангелие, которое в это время читают на литургии. По непонятным причинам, с каждым годом число приползающих змей уменьшается. Если раньше их было около 40, то сегодня всего 4. Чтобы их не затоптали туристы, местные священники забирают змей прямо у норок и относят в храм. Местные жители предупреждают, в обычные дни это уже совсем другие твари. К ним нельзя приближаться и тем более трогать. Почему происходит с ними такая трансформация, никто объяснить не может. Более того, знаменитые кефалинские змеи не принадлежат ни к одному из известных видов рептилий. В других точках планеты они не встречаются. Последние кадры перед смертью. Правда ли, что горы могут мстить альпинистам? Какую тайну скрывает мертвое море и что на самом деле погубило Содом и Гаморру? Скапливается сильная энергетическая структура, которая бьет по природе. Ученые доказали, манна небесная и вправду есть. Могут ли с неба идти съедобные ливни и почему проливается дождь из бриллиантов? Боже, этот камешек меня ударил, он упал с неба. Нехорошая карма за какие грехи трясет Юго-Восточную Азию и заливает юг США. Смотрите прямо сейчас. Несколько лет назад в горах Малайзии произошел странный случай. Все начиналось вполне боднично. Группа иностранных туристов решила взобраться на гору Кинобала. Она считается одной из самых высоких в Восточной Азии и поэтому привлекает множество путешественников со всего света. Местные жители верят, что гора является пристанищем душ умерших. На самой вершине альпинисты ради необычных фотографий разделись до гола. Гид, сопровождающий людей, предупредил иностранцев. Все это может плохо кончиться. Однако туристов это нисколько не смутило. Не прошло и часа, как под ногами начались мощные толчки. Землетрясение случилось внезапно. Итогом трагедии стала гибель 13 туристов. Аморальное поведение альпинистов осквернило священное место и боги обрушили на людей свой гнев. За последние 4 тысячи лет землетрясения, оползни и наводнения унесли жизни свыше 13 миллионов человек. Во многих странах существует легенда, согласно которой земная дрожь не что иное, как буйство гигантских чудищ, на которых стоит земля. Разумеется, это только миф. Однако многие парапсихологи уверены, планета это живой организм, и она способна чувствовать. С древности наши предки считали, что у каждого места, у каждого дерева, у каждого куста, у каждого камня есть свой дух, есть своя энергетика. Поэтому относились очень благочестиво, очень уважали любое место, любое дерево, любой камень. Почему происходит землетрясение? Что приводит планету в ярость? Это звучит странно, но похоже, места, в которых происходят катаклизмы, совсем не случайны. эта съемка стала последней для туристов. Айко! 27 сентября 2015 года группа альпинистов завершила восхождение на гору Антаке, что в двухстах километрах от Токио. Люди едва успели разбить лагерь, как началось извержение вулкана. Из кратера в небо посыпались тонны пепла, который постепенно накрыл гору. В официальной статистике ежегодно в стране восходящего солнца кончают жизнь самоубийством свыше 27 тысяч человек. Это означает, что ежедневно 75 женщин и мужчин по какой-то причине сводят счеты с жизнью. Многие парапсихологи усматривают в этом связь. Они верят, что катастрофы чаще случаются там, где накапливается так называемое негативное энергоинформационное поле. Все это связано именно с аморальным поведением человека, как по отношению к себе, так и по отношению к природе. Конечно, земля может ответить не только стиранием городов, поселков, сел, деревень, она может ответить стиранием целой страны и целой нации. А это Таиланд, 2004 год. Толчок на дне океана вызвал смертоносное цунами поистине библейских масштабов. Трагедия унесла жизни почти 300 тысяч человек. А ведь эта азиатская страна является центром мировой трансгендерной культуры. Сегодня сложно представить тайские улицы без ярко раскрашенных девушек, навязчиво заглядывающих в глаза прохожим. Ежегодно сюда приезжают миллионы секс-туристов. Недаром этот райский уголок получил второе название Содом и Гомора. В это сложно поверить, но ученые доказали, считавшиеся в древности порочными Содом и Гомора действительно существовали. Их уничтожение стало результатом череды поистине страшных катастроф. Согласно Ветхому Завету, Содом вместе с Гоморой, Адмой, Сиваимом и Сигором представляли так называемое Содомское Пятиграде и находились в долине реки Ордан неподалеку от Мертвого моря. Однажды к жившему в Содоме праведному Лоту явились ангелы и попросились на ночлег. Узнав о прекрасных юношах, местные жители решили надругаться над ними и потребовали от Лота выдать гостей. Но праведник отказался выполнять их требования. С большими усилиями с помощью ангелов Лоту удалось укрыться в собственном доме от разъяренной толпы. В тот же день рукокрылые существа приказали своему спасителю бежать вместе с семьей из города. И пролил Господь на саду Магамору дождем серу и огонь от Господа с неба и не споверг города сии и всю окрестность сию и всех жителей городов сих и произрастания земли. Изучив сейсмоопасные зоны, ученые выяснили, что города стояли в месте разлома земной коры на стыке двух тектонических плато, которые двигались в противоположных направлениях. Мертвое море это разломная структура, это сто процентов и там происходит землетрясение. Там идут вот эти зоны разлома, проградируют, она все время развивается. И там будут землетрясения всегда, это опасная зона. Неужели эти города были разрушены землетрясением? Тогда почему в Библии упоминается некий огонь, который стер эти города с лица земли? Ученые продолжили исследование и выяснили невероятные подробности. Оказывается, Мертвое море буквально располагается на пороховой бочке. Под ним ученые обнаружили скопление метана и битума. Не случайно древние греки прозвали Мертвое море асфальтовым. Дело в том, что на побережье Мертвого моря вы можете найти такие шары, они пропитаны битумом, и они, в принципе, горят. И вполне возможно, что если было землетрясение, то, а если был город, то эти, вот эти битуминозные отложения, они испытали возгорание, они загорелись. Землетрясение вблизи Мертвого моря спровоцировало выбросы природных горючих газов и битума с высоким содержанием серы. Горящий, едкий сплав оказался смертельным ядом для местных жителей. Легковоспламеняющийся битум выжег все дома, а движение земной поверхности унесло на дно моря остатки городов. Но что это за огонь, который пролил Господь на Содом и Гоморру? Какова его природа? Единого мнения не существует. Одни исследователи предполагают, что в день землетрясения погрязшие в грехе города настигли разрушительные молнии. Другие же сомневаются в способности молний выжечь целые поселения и высказывают гипотезу о пронесшемся метеоритном дожде. Наиболее правдоподобной считается третья версия, по которой трагедия Содома и Гоморы является частью более глобальной природной катастрофы. Когда метеорит падает или комета какая-то падает, то, соответственно, это сопровождается тоже тем, что откалываются какие-то части и они, соответственно, тоже падают на землю. Столкновение метеорита с землей могло спровоцировать землетрясение в сейсмоопасной зоне Мертвого моря. Вырвавшиеся наружу горючие породы и серный газ вспыхнули словно спички и выжгли города датла. А упоминаемый небесный огонь был ничем иным, как сгорающими в атмосфере осколками метеорита. Впрочем, с неба падают не только метеориты. В местечке Йора на севере Гондураса ежегодно происходят рыбные ливни. Поговаривают, что это дело рук святого, жившего здесь в 19 веке. Своими молитвами он упросил Бога спасти местных жителей от голода. Но за какие благие дела Всевышний так щедро одарил семью из городка Дирфилд-Бич, штат Флорида. Вот сюда на крышу упало два куска мяса. Крепкий ночной сон хозяев был нарушен жутким грохотом. Взобравшись на крышу, жильцы обнаружили там 7 килограммов мяса. Кто сделал им такой подарок, так и осталось загадкой. Это невероятно. В маленькой церкви в Пуэрто-Рико словно манна небесная на людей цыплются бриллианты. По словам служителей храма, драгоценные камни падают на голову прихожан во время молитвы. Боже, этот камешек меня ударил, он упал с неба. Священники воспринимают это как дар Божий. Они полагают, что любой может получить помощь, если попросят об этом Всевышнего. Библия называет манну небесную пищей, которой Бог кормил Моисея и его соплеменников во время долголетних скитаний по Синайской пустыне. Это слово манна, да, потому что это не земное слово. Это евреи кричали манна, то есть спускается с неба. То есть это, вероятно, какое-то было то, что насыщало и поддерживало силы людей. Вата или что-то вот, как хлеб. Но хлеб, хлеб сам по себе не мог быть в пустыне. То есть это чудо, действительно. Поедая манну, юноши чувствовали вкус хлеба, старики вкус меда, дети вкус масла. Ученые не торопились верить в сверхъестественные силы и пытались найти чудо вполне рациональное объяснение. Они исследовали все, что могло быть пригодным в пищу в пустыне и вариантов оказалось немного. По одной из версий древние евреи могли питаться живыми организмами. Лишайник аспицилия, одно из немногих пустынных растений, которые люди могут поедать без ущерба своему здоровью. Особый вид лишайника, который живет в атмосфере. И, соответственно, при определенных условиях этот лишайник приобретает такие свойства, которые позволяют его употреблять в пищу. А так как ночью обычно бывает прохлада, и, соответственно, даже может быть роса, то этот лишайник, соответственно, выпадает на землю и его можно есть. А днем он под действием солнечных лучей, он начинает разрушаться. Поэтому эту ману собирали, прятали и, соответственно, использовали в пищу. Намного приятнее по вкусу секреция тамарийских кустарников, постоянных спутников пустынь. Загустевшие капли сока имеют сладковатый вкус, чем привлекают насекомых. Засахарившиеся зерна похожи на вкус меда и пользуются популярностью у кочевников. Синайские бедуины собирают капли по утрам, торопясь опередить конкурентов муравьев. Не это ли та самая загадочная манна небесная? Многие древние легенды, еще недавно казавшиеся мифами, вполне объяснимы с научной точки зрения. Однако в Священном Писании есть одно из чудес природы которого ученым до сих пор не ясна. Смотрите далее. Какая сила держит человека в воздухе? И можем ли мы ходить по воде на самом деле? Какие чудеса ученые не могут объяснить с точки зрения науки? наука против чудес чьи аргументы перевесят? Смотрите прямо сейчас. Лондон. Мужчина словно по суше прогуливается по реке Темзи. Тысяча очевидцев в полном недоумении. У многих настоящий шок. Обратите внимание, как уверенно он держится на водной глади. Ничто не говорит о том, что здесь может быть какой-то подвох. А эта съемка сделана в бассейне. Профессиональный иллюзионист неспешно прогуливается по воде. Ухождение по воде как эксперимент, когда подо мной глубина и так далее, а я иду, невозможно без каких-либо специальных приспособлений на те же ноги, чтобы хоть как-то оно держало меня на плаву. Против закону физики не пойти. Трюки выглядят настолько реально, что невольно заставляют верить в существование сверхъестественных способностей. И тем не менее, еще ни один фокус не остался неразоблаченным. Эти прогулки по воде не что иное, как оптический обман. Если внимательно приглядеться, под водой можно увидеть прозрачное органическое стекло. А это Куала-Лумпур. Здесь построен единственный в мире бассейн с твердой водой. Секрет этого фокуса заключается в использовании особого вещества, так называемой неньютоновской жидкости. Уникальные свойства этого вещества заключаются в том, что оно способно становиться твердым при резком механическом воздействии. Другими словами, чем быстрее человек по ней бежит, тем тверже становится поверхность воды. И наоборот. Удивительно, но неньютоновскую жидкость можно приготовить в домашних условиях. Для этого потребуется любой крахмал и вода в соотношении два к одному. Берем две-три ложки крахмала и заливаем это относительно небольшим количеством воды. Главное в этом хорошо перемешивать масса. При перемешивании практически сразу начинает оказывать контрусилия, контрдавление и вести себя как твердое тело. Как видите, ведет себя эта жидкость не неньютоновская. Вполне как жидкость, она течет. Однако в древние времена ничего подобного не было. Так что же помогало Христу держаться на воде? Среди ученых выдвигаются различные версии. К примеру, климатолог Флоридского университета Дороннов убежден, что Христос ходил не по жидкой, а замерзшей воде. Он изучил колебания температуры в районе древнего Галилейского моря и пришел к выводу, что во времена Христа тропический климат в Израиле был весьма неустойчив. Иногда на несколько дней температура могла падать до минус 4 градусов по Цельсию. Иисус ходил не по воде, а по льду, поскольку иногда опускалась температура, были разные природные явления, тем более, что где-то раз в 500 лет климат на Земле меняется, мы это прекрасно знаем. При минусовой температуре вода на поверхности действительно легко превращается в лед. Объяснение простое, но неубедительное. Вряд ли Христос мог удивить людей, прогуливаясь по обычному льду. Бог, он, как творец природы, он может изменять законы природы. То есть, ему это по силам. Вот если мы исходим из этого, то не все события, которые описаны в Библии, нам понятны с точки зрения сегодняшнего знания законов природы. Мы считаем, что это невозможно, хотя, ну, в будущем, я думаю, что могут быть нами получены такие знания, которые позволят нам понять, как это происходит. Современные ученые сумели разгадать немало тайных загадок. И чем дальше, тем меньше остается необъяснимых явлений. Это кажется невероятным, но наука, которую долгое время считали непримиримым врагом всякой религии, не только не противоречит древним писаниям и легендам, а наоборот подтверждает, что все это было в действительности. То, что раньше считали чудесами, оказывается реальными событиями, и это самое настоящее чудо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова